Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Даналия и сегодня у нас очередное обновление Star Stable Online, что добавили в этом обновлении, что уберут в следующем навсегда и что нас сдержат в будущем, так что оставайтесь со мной, оседлайте коней и поехали! Субтитры сделал DimaTorzok К обновлению к нам приехала странствующая ярмарка, вообще очень удивительно, что в этот раз она приехала без лошадей, потому что чаще всего эта ярмарка привозит с собой трех лошадей со специальным сетом амуниции, который вы можете получить только купив этих лошадей, но в данном обновлении ее не привезли. И да, нас огорчили тем, что один магазинчик, находящийся на этой ярмарке, как я понимаю, именно один, закрывается, поэтому сейчас мы поедем и будем смотреть, что вообще сейчас на ярмарке и скупать все, что нужно, все, что не нужно, все, что понравится. Так что идем скупать. Как вы видите, сейчас на ярмарке стоит здесь Лусяна, она дает нам какое-то задание, поэтому давайте же все-таки пойдем, подойдем, спросим, что она хочет нам за задание-то такое дать. Давай, Лусяна, поболтай со мной. Привет, Дарья. Я обожаю странствующую ярмарку. В мой последний визит мне удалось найти чудесный подник для Сиры, он очень привередливый, знаешь, не интересно, какие сокровища я найду здесь в этот раз. Если ты любишь винтажную одежду и снаряжение так же сильно, как я, то обязательно посети беспошлиный магазин Кларенса. Все товары в нем продаются со скидкой, после закрытия странствующей ярмарки 1 октября они больше никогда не появятся в продаже. Жалко. Кстати, скоро день рождения Сони, а у меня нет еще для нее подарка, возможно, в магазине Кларенса я найду то, что нужно. Все, она просто нам дала информацию о том, что ярмарка закрывается и нужно срочно идти искупать все, что как бы приглянется. Ну, вы же знаете, я чаще всего искупаю все, ну почти все, кроме очень старых моделек. Так, насколько я помню, в обновлении была показана фотография именно этой лавочки, вот именно где седло и одежда. И тут даже у NPC, который продавец, подписано, кто он. Наверное, это и есть как раз один единственный Кларенса, но мало ли, может быть, вся ярмарка это ярмарка Кларенса. Без понятия. Так, 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 так. Так, ну нет, похоже, только этот один единственный магазин закрывается. Ну, я могу, конечно же, ошибаться, поэтому просто давайте зайдем и посмотрим, что у него. Хм, ну, если честно, я думала, тут будет больше вещей, которые мне понравятся. Ну, хотя о чем я, это только первая страница уздечек. А, да, кстати, нам еще обещали то, что у нас теперь по-дому выглядит инвентарь и хранилище в конюшне, так что надо будет сейчас посмотреть, но чуть попозже. Хотя, ну просто я очень боюсь смотреть на новые такие обновления. А-а-а-а, нет, 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 разработчики, что вы сделали? Это же, ну, это же очень сыро выглядит. Я, я не вы... нет, я не против, что мы теперь видим, как выглядит вообще... В общем, нет, я не могу. Это выглядит ужасно, потому что там, на самом деле, все очень пиксельно и, мне кажется, еще очень-очень даже не доработано. И вообще, в принципе, мне кажется, что по стилю Star Stable все эти иконки должны быть розовыми. Так, и, кстати, вот эти уздечки, обратно, все... Ну, хотя нет, может быть, вот эту. А знаете, я возьму вот эту. Мне она очень понравилась. Она так хорошо смотрится на моем андалузе, вот прям сейчас куплю. Так, уздечки тут не особо... Кепочка. Кепочка? Нет, это уздечка. Это кепочка. О-о-о, вот это я куплю. Да, так, все, вопросов нет. Мы берем и прямо сейчас вот сразу, прям сразу скупаем почти все, что тут есть, кроме уздечек. Ой, все-таки отображение сырое, пиксельное, прям ужас, мне вообще не нравится. Ну, давай, скупайся. Они белые? А, нет, они отличаются. Они не чисто белые, но, кстати, круто смотрятся. Так что просто беру и скупаю все подряд, по благо... У меня там сколько у меня низка? По-моему, 6000 было, да? Ну, сейчас будет намного меньше. Так что скупаем, неважно, как они выглядят. Да, у меня 63 ССК. Кепочку... Нет, кепочку не хочу. Не хочу. Ёлки, отображение такое странное. Хотя нет, знаете, она у меня напоминает тыковку, а она подойдет на Хэллоуин носить. Так что, да, покупаем кепочку. Штанишки... Ой, нет, только не клёш! У меня в конюшне одни-единственные штаны-клёши, это только те, которые, знаете, а-ля ковбойские поверх обычных джинс. Так что, пока что отложим. Так, стоп, у меня есть такая же. В чём разница? У неё фиолетовые подмышки? Серьёзно? Серьёзно, у неё фиолетовые подмышки? Не, я, пожалуй, её пока покупать не буду. Я, может быть, потом посмотрю. Да и, в принципе, зачем мне такая же кофта, только с фиолетовыми подмышками? Подумаю, ладно. Так, все эти брюки мы скупаем, 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 скупаем. Боже, серьёзно, посмотрите. Ну, срабы. Ну, могли бы поработать слегка над отображением картинок в инвентаре, чтобы не было ничего пиксельного. Так, это пока что нет. А эту нет. А хотя да, она мне нравится, она осеннего типа, так что тоже берём и покупаем. Так, что там ещё у нас? Кепочка... Ну, нет, была бы она слегка поярче, как-то понасыщеннее чутка. Или, может быть, этот сиреневый оттенок был бы чуть-чуть потемнее, я бы её взяла. А так, пока что пусть лежит в этом магазине, и у меня ещё есть целая неделя почти впереди. Так что я подумаю, брать её или нет. Ну, уздечку пока что одну единственную я взяла, которая мне нравится, поэтому... Ну, некий парик, я сейчас брать не буду. Так, тут всё взяли. Так, по уздечкам понятное дело, потом посмотрим. Потом что-нибудь купим, если понравится. Хотя... Хотя... Ладно, потом посмотрим. Так, что ещё? Что ещё? Да всё, в принципе, всё, что нужно, я сейчас купила. Если что, я помню, что эта яблка всего лишь недели у нас стоит, поэтому... О, очки! А я-то думала, где они продаются? Боже мой, два года играю, никогда не знала, где эти очки продаются, где они все покупают. Знаете, я не знаю зачем, я не знаю для чего, но я скуплю сейчас абсолютно все эти очки для чего, совсем не знаю, не спрашивайте. Просто скупаю все очечи. Всё, магазин пуст. Прощайте, Даша, на рисках. Так, это называется, появился доход, когда можешь в любой, почти в любой момент себе удвоение спокойно купить. Так, стоп, это те же самые или это новые? Чего? 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 Ребята, это новые сёдла! Это новые конкурные сёдла! И знаете, как оно чёрное дерево у меня называется? А как твой чёрное называется? Или у меня глюки? Нажмись, пожалуйста! Чё тебе сложно нажаться просто? Не, смотрите, а это называется по-другому и выглядят они по-другому. Знаете, а мне нравится, я не люблю, в принципе, такого оранжевого стиля сёдла, но вот эти вот последние мне очень даже нравятся. Чёрное, чёрное отличается, но... Так, ну сумки мне вообще, в принципе, не нужны. Так, похоже, я ещё буду скупать все сёдла, все уздечки, которые тут есть. И похоже, я скоро смогу спокойно называться человеком, у которого на каждую лошадь своя амуниция, хотя я вообще это не приветствую. Так. Угу, угу. Нет, знаете, я вначале подумала, что я куплю вот такая вот, но потом, понимаешь, нет. Шляпу, штанишки, вот это вот... Не, кстати, красиво, я знаю, что я точно куплю там потом сапоги и шляпу, ой, сапоги и штанишки, мне нравится. Так. Скажите мне, пожалуйста, где тут еда? Следующая остановка обновления, это всё-таки посмотреть, как же выглядят у нас эти ячейки хранения. А, да, кстати, забыла, дорогие друзья, я наконец-то решилась и расширила конюшню по максимуму. Это вообще теперь у меня не конюшня, а какой-то прям, я не знаю, конюшня, в котором много учеников. Ох, блин, это так классно! Нет, знаете, плохо, что они... Тут всё пиксельное, мне прям это раздражает. Но вот это... Вот вы видели, как оно сейчас загружалось а-ля змейкой? Вы видели это? Это просто... Это просто что-то, это было божественно. И просто... О, я прям в шоке. Погодите, по настройкам. Не, я думала, что это всё пиксельное, потому что у меня настройки типа сглаживания выключила, но нет, они у меня всегда включены. Не, ну надо доработать. Но ё-о-о, теперь всё видно. Теперь видно, какая одежда где лежит. Теперь не надо ничего искать. Можно и по цветам, и... О, боже, это прекрасно! Разрабы, вы молодцы. Вот, я не знаю, меня лично завораживает, и теперь видно, что где лежит. Это реально круто! Теперь все будут... Все во время этого обновления, думаю, зашли в свои... Шкафы, и поняли, что у них беспорядок. Вы просто посмотрите. Ой, сколько у меня шмотьят. Когда это по ячейкам, как-то всё не так смотрится. Да, теперь я знаю, где нужно наводить порядок, а где у меня всё нормально. Ну да, просто... Теперь я вижу, сколько у меня лосинов с Нового года. И вообще всего-всего это... Вот серьёзно! Нет, это хорошо! Это классная идея! Но, разработчики, сделайте, пожалуйста, изображение не пиксельными. Кстати, вот мои штанишки, про которые я говорила. Одни единственные клёш! Ой, смотрите, я вслепую! Молодец, какая у меня перчаточки отдельно пробует. Что тут штаны забыли? Я не помню. Так, тут слегка бардак. Ну, да, сейчас я его быстренько наведу. В порядочек. А единственное, кстати, что теперь сложно, это сложно сортировать шлемаки. Потому что вот сейчас изображение маленькое, и я не могу понять, какие шлемаки, к какой категории типу шлемаков относятся. Ну, нет, на память я так средне помню, но вот представляете, кто-то новый зашёл, ему, в принципе, наверное, пофиг, кстати, будет, а то я такая замороченная по этому поводу. Так что, да, всё хорошо. Только разрабы можно, пожалуйста, к примеру, оформление сделать розовым цветом, нежным розовым цветом или не ядрёным. Потому что я в инстаграме у одной девочки увидела, как она так сделала. Знаете, мне очень сильно понравилось. Парни, которые играют в ССО, не в обиду вам, но просто реально мне кажется, что под игру было бы классно сделать розовым цветом. А для тех, кто не понимает, что да, вообще-то парни тоже могут играть в эту игру. Я даже знаю одного ютубера, который играет в ССО вместе со своей девушкой. И есть парень, который просто играет в ССО и играет очень активно. О боже, теперь всё видно. Всё видно, где какая уздечка, где какой комплект. Мама миа, спасибо вам, разработчики. Какой у меня тут беспорядок. Теперь я могу спокойно, легко и просто навести здесь. Лёгкий дзен, лёгкий фаншуй, потому что до этого это было очень сложно. Всего трапики видны, где, что, куда, когда у меня ж голод сел. Простите, пожалуйста. Эх, жалко, я не купила. Или купила. Я забыла, купила ли я под ник бирюзовый, который был в пляжной ассоциации фортпинта. Или я всё-таки про него забыла. Так, ой, всё видно, где какие нагавки. И я понимаю, что у меня нет места для нагавок. Ну, точнее, у меня потихоньку заканчивается место. Надо делать перестановку. Но благо страниц много. Теперь я понимаю, почему разработчики добавили расширение хранилища до 15 страниц. Потому что я потихоньку понимаю, что 10 это реально мало. Это очень мало, особенно когда ты на каждую страничку что-то конкретное выгружаешь. Так, ну у меня вроде тут всё везде пусто. Да, поэтому похоже, что в скором времени мне придётся здесь наводить порядок. Да. В общем, очень всё классно. Так, зверюшки остались как были, вещи остались как были. В этом случае ничегошеньки не изменилось. И да. Разрабы, пожалуйста, измените только пиксельность. Уберите её, и мне будет всё в принципе нравиться. А ещё в данном обновлении нам расширили локации с дракончиком Токена. Только, к сожалению, все они открываются после того, как вы соберёте определённую часть коллекции фотографий. После этого вам откроется следующее. Следующее, и, к сожалению, для этого ещё нужно иметь определённые уровни. Чтобы собирать четвёртую, насколько я помню, категорию... Точнее, нет. Вот сейчас я показываю, где шестую собрать. И нужно быть восемнадцатым уровнем. Это вообще бланный бред, что, типа, шестую коллекцию вы сможете собрать с токеном, только если откроете япону на восемнадцатом уровне. Вот. Чтобы собрать пятую, нужен пятнадцатый уровень. И чтобы собрать четвёртую, нужно быть, насколько я помню, двенадцатом уровне. Так что, да, это очень сложно. Я лично получила свои очки за первую коллекцию, а дальше устала. Потому что, да, есть видосы на канале... Ну, на каналах ютубах разных. И вы просто должны включить их и бегать по точкам, которые они вам показывают. И это очень, если честно, выматывает. Так что, если вы всё-таки собираете, то, пожалуйста, ищите видосы на каналах, на ютубе, как и где собирать эти фотографии этого токена. И получайте шматьё. Потому что я лично не знаю, когда я соберу силами, чтобы его получить. Да. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы подписаться и получать уведомления. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! И до встречи в следующем видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова